Приветствую вас. Пожалуй, первое, что нужно сказать, это то, что вам не хватает понимания, почему родители ваши так себя ведут. То есть, чем их поведение обусловлено? В первую очередь, они заботятся о вас. И они хотят, чтобы у вас все было хорошо. Они хотят, чтобы вы были счастливы, они хотят, чтобы у вас все было в порядке, они хотят, чтобы вы жили счастливой жизнью, чтобы вы развивались и, в общем, в прямом смысле этого слова жили. Но проблема заключается в том, что родители, родители, они понимают по-своему то, что вам нужно для шерсти. И в силу того, что они уже явно достаточно взрослые люди, я бы даже, наверное, сказал пожилые люди, Вот в силу этого им, вообще-то говоря, очень сложно. Нет, даже не сложно. Им невозможно представить, что у вас может быть какой-то свой взгляд на вещи, какой-то свой взгляд на свое счастье, на свою дальнейшую жизнь и так далее. Ну, не могут этого люди себе представить. Почему? Потому что слишком сильно их заботит то, как вы будете дальше жить. Ну, не хотят они, чтобы вы шли по той дорожке, которая у них вызывает недоверие. Все родители такие, и здесь нельзя говорить о том, что им легко взять и просто принять то, что у вас может быть свой взгляд на вещи относительно своей жизни. Им это принять невозможно. Потому что они слишком вас любят. Они неравнодушны к вам. Они волнуются за вас. Приживают. И поэтому так все и происходит на данный момент. Сейчас. И вот, знаете, вам я скажу так. Вот чтобы все урегулировать с родителями, вы постарайтесь для начала их понять. Вот просто, знаете ли, понять по-человечески. А когда поймете, что их поведение направлено на вас, на то, чтобы вы были счастливы и так далее, вам будет немножечко легче воспринимать то, что они говорят. Дальше идет следующий пункт. Следующая стадия. Вот когда мы выяснили, что родители все-таки думают о вас, беспокоятся о вас, то вам именно понятно. Что, конечно, им кажется, что все вы делаете не так. И с ними не спорить нужно на самом-то деле. Не спорить и доказывать. А молча, хладнокровно, знаете как, все устремленно показывают им, что вот то, что вы делаете, а делаете-то вы довольно правильную вещь. Вы, по сути, строите свою жизнь. Вы делаете первые шаги, может быть, в своей жизни. Или, если не первые, то, как минимум, знаете ли, важные, очень важные шаги в своей жизни. Но вот родители беспокоятся за вас и боятся. Они сомневаются, что это принесет вам счастье. Они сомневаются, что это подарит вам то, чего они для вас хотели бы. И потому, потому, вы не злитесь на них, не стердитесь, и не старайтесь их как-то переубедить, перебороть и прочее. Этого делать не нужно. Вы поймите, что они делают это для вас. А дальше просто покажите им, что это делает вас счастливой. Вот все, что вы планируете для себя. Ну вот, родители увидят, как светятся ваши глаза, например. Увидят, например, родители вашу улыбку. И, вы знаете, если они любят вас, то обязательно примут со временем ваш выбор. Да, он может быть им не по душе. Да, он может быть им не нравится. Но у них выбора не будет. И если они увидят, то это делает вас счастливой. Это при том условии, если их поведение, если их поступки направлены на то, чтобы вы были счастливы. То есть не на себя, не для самих себя что-то сделать через вас. А именно, значит, для вас. Если это все так, то я думаю, они со временем примут то, что вы хотите и хотите делать. Ну а если, даже видя, что вы счастливы, если даже видя, что это то, действительно, чего вы хотите в своей жизни для себя, они все равно будут гнуть свою линию, все равно будут противиться вам, все равно не будут позволять вам, ну, жить своей жизнью, все равно будут давить на вас и так далее. Это значит, что то, что они делают, это значит, что все их поведение нацелены на них самих. На цели их, не ваши, а их. А это значит, как и с любыми другими людьми, к сожалению, переубеждать и доказывать что-то людям, которые слышат лишь только себя и никого больше, не имеют никакого смысла. Потому что люди, которые преследуют свои цели, люди, которые хотят добиться только того, что им важно, не будут никогда прислушиваться, к сожалению, к другим. И в этом случае вам нужно понять, что родители не принимают вашу позицию потому, что у них для вас была уготована определенная роль. Они вам эту самую определенную роль заготовили. А вы их план, ну, условно говоря, нарушаете. И это вызывает у них протест. И в таком случае, если все это действительно так, вам нужно, так же, как и сказал вам мой коллега, вам нужно как можно быстрее занимать автономию от них, как можно быстрее жить самостоятельной жизнью, чтобы не зависеть от них. Потому что в этом случае переубедить ваших родителей чем-либо нет никакой возможности. И, что самое главное, в перспективе, в перспективе они так же не хотят вас слушать. Вот, в принципе, то, что можно сказать по вашему вопросу. Если вы пишите, что третий месяц живете в постоянном стрессе, то связано это может быть только с тем, что вы постоянно с ними спорите. И здесь важно заметить хотя бы для себя такую вещь, что по мнению родителей, вот еще раз, это очень важно, именно по мнению родителей, не по, понятное дело, вашему мнению, потому что вы отстаиваете свою точку зрения, я понимаю. Именно по мнению родителей тот факт, что вы спорите, означает, что вы сомневаетесь. Вы сомневаетесь в том, что вы делаете. А если вы внезапно, вдруг, резко перестаете, ну, условно, так говоря, перестаете спорить, перестаете что-либо доказывать, перестаете пытаться поменять их, перестаете пытаться переделать, опять-таки, их, и лишь только живете и наслаждаетесь своей жизнью, они увидят, что, ну, вообще-то вам как-то вот внезапно, резко стало все равно на их мнение. Это значит, что вы настолько уверены в своей правоте, что вам уже не нужно одобрение родителей. И вот здесь как раз, ну, никакого выбора у них не останется, кроме как либо принять ваши позиции, да, либо, как мы уже с вами сказали, либо продолжать противиться, продолжать обижаться, продолжать вставлять вам палки в колеса, но это совершенно очевидное поведение, которое продиктовано уже, я бы сказал, эгоизмом. По большому счету, это эгоизм. Вот то, что можно вам сказать. Вот, в принципе, ответ на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные у вас остались вопросы, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Постарайтесь проявить терпение, постарайтесь проявить выдержку, постарайтесь понять своих родителей, постарайтесь отнестись к ним с пониманием, сделайте скидку на возраст, их возраст, конечно же. И тогда, возможно, вам, опять, немножечко легче во всей этой ситуации находиться. Потому что я понимаю ваше желание, вы хотите идти со своим молодым человеком, отношения сохранить и с родителями ругаться вы не хотите. Но, к сожалению, правда в том, что все довольны не бывают и приходится выбирать. Приходится выбирать между недовольством одних и симпатией и поддержкой других. Потому что разные люди, разные цели, а вы находитесь между двух огней. И родители, если они вот сейчас не осознают, что вы, по сути, находитесь перед выбором либо они, либо ваш молодой человек, они это осознают, поймут невозможность, неестественность такого выбора и обязательно дадут задний вход. В общем, я вам всего доброго. До свидания.